Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдвард Петер. И самые догадливые из вас решили, что я решил заняться новым хобби, игре на кружках бисмарха. Но нет, нет, нет и нет. Дело в том, что, ребята, это подарок. Вчера приезжал один наш подписчик, который живет совершенно рядом со мной. И он мне во время нашего посиделок, в фото наших посиделок, сказал, что если вдруг надо, какие-нибудь кружечки там я могу привезти. Ну, привози. В чем дело? Когда он открыл багажник, я чуть не упал там в полный коробок и так далее. То есть, вот, говорит, от благодарных подписчиков. Ну что ж, как говорится, дают бери, бьют беги. Я это взял, затащил. Женек сразу приглянулись вот эти бокальчики из-под кока-колы. Мне понравились кружки. В общем, все понравилось. И, вы знаете, я решил вспомнить давние времена, когда этим занимался. У меня была такая серия, называлась «Стеклянные фантазии». Ну, вот я сейчас покажу несколько работ. Я нашел, где-то они у меня лежат. Вот такие. И, естественно, вот это вот все богатство вызывает на мне кучу различных ассоциаций тоже. И прям идеи, так сказать, прут. И хочется что-то такое интересное сделать. И в то же время не сложно, чтобы вам нужно было показать. Поэтому я решил, что мы сегодня сделаем с вами такое что-то простенькое. Такую абстракцию сделаем стеклянную. В стиле Кандинского. И для этого нам потребуется не так уж много чего. Сейчас покажу. Как вы видите, у меня стоит там диффузор в окне. Две черные поверхности для того, чтобы затемнять края стеклянные. И мы будем фотографировать на просвет с отражениями в «Орксикле». Ну, в общем, вот и все пока. То есть это первая быстрая такая проба. Я хочу посмотреть, как это будет. Ну, и заодно вам показать. Стоит у меня на подмятом зеркале. Стоит одна восьмая. Десять. Диафрагму и сто изо. Вот сейчас я сделаю снимок. Так. Естественно, мне надо будет поставить карточку сначала. Так. Ну и контрольный в голову. Отлично. Пойдемте в Photoshop сейчас и посмотрим, что можно сделать из этой, как бы на первый взгляд, бледной картинки. Бледной картинки. Вот это у меня показалось через счет. Поэтому возьмем что-нибудь поспокойнее, как в прошлый раз я делал. Так. Открываем. В принципе, ничего делать не будет. По большому счету, здесь можно было вообще обойтись, скажем так, простой водой. Ну, для того, чтобы легче было с ней работать, я ее подкрасил этим самым морщим средством. Ну, вот возьмем примерно так. Вот так. Вырезать. Отлично. Сейчас можно немножечко термину добавить. Вот так. Все. Больше намечения не надо. Так. Ну и теперь возьмем просто напросто опарец этот и с помощью подкрасил. Так. Я разверну. У меня есть такая функция, я могу разворачивать. подкрасил. Я думаю, в более новых версиях и подал. так. Так. Убираем все знаки. какие остались видны. Так. Здесь тоже маленький кусочек. на всякий случай. А то эти ребята глаза стоят такие, которые все проверяют. Ну, все видят. Так. Готово. Какие-то точки. Это оставим все. Далее. Управляем. Смотрим. Отлично. Пару пятен смотрится. Так. И чтобы все уже удалить, что нам не нужно, давайте мы ее сейчас продублируем. Пойдем возьмем фильтр какой-то ПАЗовский, который за эти отвечает. Вот так мы это дело. Уберем все сразу. Окей. Так. Посмотрим, какой величины картинка. Ну, еще потянет. Гостока, я думаю. Так. Поехали. Теперь делаем следующее. Черную маску. И идем только там, где это нам нужно. Потому что он уничтожает, вы знаете, резкость. А в стекле резкость большого дела. Поэтому мы уберем только на жидкость. Вот так. Готово. Так. И теперь сделаем уже, так это скучновато, довольно-таки, мы с вами сделаем следующее. Я сверху положу. Так. И пойду вот сюда в градации. Сейчас создам что-нибудь такое для фона. окей. Так. Сейчас белый возьмем. Вот так. Вот такой какой-то фон создадим сейчас. сейчас. Сейчас объясню для чего. фон. Так. Скажу вам шпайка на всякий случай. Окей. И вот теперь на этом слое мы с вами сделаем следующее. сделаем такое. Так. Так. Постажаемся. Создать нечто. Такое вот. Окей. и теперь возьмем путь, скажем, давай-ка нам выделение. Теперь берем белую. Ну, по всем. Классочку не совсем белую, но так. Так. Кисть. Увеличиваем. Побольше делаем укрыстость. Так. Побольше чуть-чуть. И делаем такие вот. Так. Теперь вот этот возьмем цвет. Вот здесь пройдем. То есть я сейчас создаю такой как бы фон с различными загибульками. И яanka. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь поищем способ наложения. Можно этот взять. Допустим, давайте оставим вот этот. Называется, тоже не понимаю, что такое. Линеарно в Белихтен. Пробовать надо. Так, теперь превращаем это в черно-белый. Нет, вовремя. Ну а теперь. Теперь ищем подходящий цвет для этого. Допустим вот так, как это возможно. Потом посмотрим по цветам, что нам еще тут может пригодиться. Ну допустим, если нам этот понравился. Да, теперь мы можем это дело усилить. Далее взять вот этот наш фонд, который у нас был. И пройтись им здесь. Вот так. И тоже посмотреть способ наложения. Вот такой, допустим. Вот такой. Так оставим пока. Окей. 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 Теперь делаем это темным. Все. И взяв кисточку, вернее, черный нам нужен. Начинаем потихонечку здесь подсвечивать свои рюмочки. Вот так. Так. Где это нам нужно? Так. Ну вообще бы я по центру вот так еще сделал. Так. И дальше. Так. Еще. Так. То есть. Так. 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 Так, ну и теперь можем это дело еще высветлить, вот так, еще раз пройтись с беленькой кое-где, вот такое с вами делаем, красивая абстракция. И последнее для полного счастья, что мы сейчас поставим цвет, вот здесь возьмем. Вот этот красный и пройдемся еще по кружечкам. Красный набор. Вот этот. За много, естественно, уберем. Вот так. Ну, только дадим какую-то подсветочку, так чуть-чуть и все. Так, ну и теперь у нас, чтобы стекло более-менее выделилось, да, мы берем и делаем теменько вот так. Вот так. Окей. И сейчас с помощью черной гладации начинаем это дело все высвечивать. В итоге получаем то, что нам и хотелось. Чуть-чуть. 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 Попробуем немножко еще по другому. Продолжение следует. Попробуем�시я. Конец. χорн, теперь это уберем смотрим здесь можно тоже поставить масочку пройтись там где допустим считаем что слишком темно ну вот такое получили вас стеклянную фантазию они могут быть разные вот у меня допустим тоже более мягкий такой надо этого сделала более жесткий то зависит от того что вы хотите получить более постельные такие тона или более яркие такие похоже на кандинского рисунок ну вот и все заканчиваем ну вот дорогие друзья как вы видите мы с вами сделали две версии то есть вот такую и вот так одну посветле одну потемнее кто любит вообще черно-белое может черно-белое вывести то есть тут на вкус и цвет как говорится это быстренькая была работа но вот это во мне все будет фантазия да и мне все время хочется что-то еще что-то еще попробовать но для этого мне надо будет докупить какие-нибудь аксессуары допустим стеклянную бабочку там или еще что не стеклянную веточку я думаю что это будет красиво и для этого нам с вами придется поехать в линз 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 это такой город маленький старинный в нем сохранена вся архитектура того времени узкие совершенно улочки то есть это как заповедник и там есть такой музейчик стекла но они сразу там еще и делают и продают и так далее то есть там стеклодумное производство есть поэтому я думаю вам будет интересно во всяком случае скажите мне об этом если вы хотите поехать со мной то в ближайшие дни мы с вами съездим и там я себе что-то куплю а вам заодно покажу хорошо ну на этом я с вами прощаюсь всем доброго друзья пока пока